Приветствую вас Кейт. Я прочитал ваш текст, ваш вопрос. Вы знаете, я думаю, что ответом на него, на ваш текст, на ваш вопрос, хорошо послужило бы то, что оба мужчины, с которым вы встречались, начали вас анализовать по итогу. То есть вы даёте что-то мужчине, вы вкладываете в этих людей что-то, и когда они получают от вас то, что им нужно, они начинают вести себя иначе. Вот. То есть вы изначально выбираете таких мужчин, которые вот в чём-то нуждаются, и радость это им даёте, в надежде на то, что люди будут вам благодарны, и, в общем-то, вы построите семью с ними. Вот. Хотя на самом деле нет, на самом деле нет, на самом деле это, ну, работает не так. в том смысле, что сразу нужно, чтобы мужчина уже был не нуждающимся в вас, например. Вот. Смотрите, вы говорите о том, что вы ставите, ну, свои отношения, да? Отношения с тем, что вы ставите, выше, выше всего на свете. Вот. А мне кажется, что было бы правильным определить, почему, почему вы, нуждаются, так, в семье. С чем связано столь мощное и сильное? сильно потребность в семье. Вы говорите, что ищите в мужчине поддержку, ищите в мужчине, на эээ, заботу, и нужно понимать, почему так. То есть нужно понимать, ээээ, почему так? почему вы нуждаетесь в этом? Чего вам изначально не хватает, вот разобравшись с этим, с тем, чего вам изначально не хватает. Вы могли бы стать более независимыми, вы могли бы стать более полноценными и, вероятно, не принимать на свой счет тех вещей, которые говорят вам люди, мужчины, в частности. Потому что по качеству на данный момент получается так, что сильнее всего вас выдевает именно то, что человек не оправдывает ваши ожидания, вот. Это вас сильнее всего задевает, вас это сильнее всего напрягает и, в общем-то, выводит из душевного равновесия. Именно это. Давайте заберем ваш вопрос. Итак, я второй раз замужем. Первый мой брак расстался спустя полтора года от социальных отношений. Муж стал морально издеваться, который надо мной оставлял, винил во всем, не ночевал дома, глумился, ранее завязал дома, но меня развелись, так что я не смогла больше терпеть такое отношение к себе. Окей. Ну вот сразу хочется у вас спросить. Сразу. Сразу хочется у вас спросить. Почему мужчина так себя с вами вел? Почему человек начал вас оскорблять? Почему человек начал вас унижать? Да. И прочее, 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 прочее. Вот. Почему так произошло? Понимаете? Какая штука. Вот. Понять этот момент, именно понять этот момент, было бы крайне важно для нас с вами. Потому что я уверен, что не просто так человек начал над вами издеваться. Я уверен, что не просто так мужчина изменил свою модель поведения по отношению к вам. Я уверен, что у этого были причины. Они говорят, что вы, там, ну, что вы виноваты, да. Я не хочу сказать, что вы, что вы виноваты, именно. Но я хочу сказать, что у того, что произошло, есть свои основания. И очень важно эти основания, разобрать. Очень важно это основания. Понять, что именно в вас замотивировало человека на то, чтобы вести себя так. Дальше. По натуре очень добрая, отзывчивая, понимающая, сострадательная и верная девочка. Так. Добрая, отзывчивая, понимающая, сострадательная и верная девочка. Есть ощущение, что вы перечисляете характеристики, во-первых, такого, знаете, жертвенного поведения. Вот. Во-вторых, есть ощущение, что вы, ну, вот это вот, ваша доброта, отзывчивость, понимание и страдательность, верность, это как скромность, заниженная самооценка. Может быть, я не говорю, что наверняка, но может быть. А страх остаться в одной. Вот. Мой второй муж и настоящий последний, когда познакомился со мной, то говорю, что всю жизнь искала у меня такую девочку. И тут у меня у него все девочки были красивые, стройные, там, сообщественные по натуре. Многие не совсем болели, честно, и он понял, что хватит таких, что хочет семью и детей. Смотрите, Кейт, вы говорите о том, что ваш мужчина искал девочку. Искал. Вот не насторожило ли вас то, что человек кого-то искал? Ведь если человек кого-то ищет, значит, скорее всего, у него есть определенные ожидания от этого человека. У него есть определенные потребности от этого человека и самого человека как личность в данном случае здесь не воспринимают. Вас это не насторожило. Почему? Потому что я немного полноватый, но не жирный, а ничего у меня нигде не зависает. Да, конечно, немного бляблы и проблемные места есть. Они спортивные и сулит. Не очень понятно, к чему вы это написали. Кроме того, что речь идет о неком комплексе внешности и о том, что вы себя не принимаете. Он такой, как его есть. Ему это, как он говорит, не нравится и не нравилось. Но первый год знакомства он души не считал во мне и такой. Здесь, опять же, не совсем понятно, что для вас значит то, что ему это не нравится. И какое значение вы вкладываете в то, что вот вы пишете, что первый год знакомства он души во мне не считал и такой. Есть ощущение, что вы себя как товар преподносите. Так, главное, говорил, что ты очень хороший человек. Ну, хороший человек, это оценка. Так, когда мы познакомились, у меня была машина и жила отдельно от родителей в квартире моей Симки. Он же работал на простой работе, ездил на метро, жил у мамы, он приехал из другого города, который в свидании сказал, что у него есть жеребек от бывшей пассии. Почему пассии? И что у него свидетельство надбывал срок. А во что свидетельство? Поэтому можно, в принципе, как вот сформулировать представление человека. Так, значит, сказал, если ты не захочешь со мной быть во второй, я пойму, я оценил этот момент, что мне сказали правду. Опять, мне сказали правду. Вообще, с ним я увидел хорошего, честного, порядочного человека. Опять же, какие-то оценочные суждения идут. Я подумал тогда, ну и все, что он судим, многие мужчины без судимых, непорядочные, а этот хороший человек. Во-первых, что вы подразумеваете быть хорошим человеком, во-вторых, что вы понимаете быть порядочным, под порядочностью. А сейчас мы вместе почти три года, почти год как в официальном браке. Я родила ему ребенка, а теперь этот мужчина говорит мне, что я ему обратительно, что он меня не любит. Ну, во-первых, опять же, да, непонятно, когда все изменилось, это первое. Второе, почему вы пишете, что родили ребенка ему? Вы не ему родили ребенка, вы рожали ребенка просто. Вопросы родили ребенка, не ему, не кому-то. То есть, какое отношение для вас имеет ребенок? Так, я вот пропустил тут, что вы пишете, для меня семья дороже всего, и я всегда мечтал о семье, поэтому ценю это раз ее отношениями. Почему для вас семья дороже всего? Окей, окей, то что вы хотите для себя семья? Семья на этими. Так, дальше, значит, так, я жирная. Я похудела после беременности еще больше, чем до. Заниматься по состоянию здоровья по здоровью не было сразу. Теперь хочу начать занятия дома, так как пойти куда-то нет возможности. Просто не хочется посидеть с нашим ребенком. Ну, здесь, опять же, организация быта и отношения. Представляете, делать лучше. Каждый день он меня оскорбляет последними словами. Почему вы позволяете? Домой не идет, пьет с друзьями, приходит, когда на меня не обращают внимания. А ты другом и говорит, а вы хотите, чтобы я не обращал на вас внимание? Отвечает так, если я понял, ты не мое. Ну, это от того, как он себя ведет. Я повелся на то, что ты хороший, но мне этого стало мало. Ты не хотел ходить раньше. Сейчас мне ничего не надо с тобой. Ну, то есть, по сути, вы перестали вести себя как женщина. Я так плакаю. Сейчас у него хорошая работа, отличный заработок. Он говорит, как сказать, дорогую мужчину. И сказал, что он хочет красивую девушку, устроенную с красивой грудью. Мне очень больно. Из-за чего? Обидно. Из-за чего? Так я верила ему. И сейчас мне трудно всегда жить в кафе. Так как я с другим ребенком. Вот есть ощущение, что вот семья вам не дала того, чего вы хотели. Есть ощущение, что семья просто не оправдала ваших ожиданий. Так. Он гуляет, отдыхает, говорит, что я сама виновата во всем. И могу просто за этого действительно ничего он очень хочет. Ну, это, в принципе, правда. Еще добавил, что случил ошибку, когда ознакомился со мной и проклиняет о нем, потому что он был голодный после освобождения. Ну, я не думаю, что это было так. Если бы он был голодный, он был... Я думаю, не целым пацаном взаимодействовать. Я не знаю, как научиться расставаться с такими мужчинами, перестать принимать на свой счет, что с вами вам говорят. И как стать самодостаточной женщиной, ожидающей в мужчине заботу, опору и поддержку. Ну, а как так получается, что вы нуждаетесь в опоре и поддержке, Кейт? То есть это же идет из вашей внутренней дисгармонии. Получается, что вы нуждаетесь в опоре и поддержке. Правильно. Вот. Для этого есть причина, почему вы нуждаетесь в опоре и поддержке. Соответственно, если вы разберетесь с тем, что мешает вашей гармонии, если вы перестанете что-либо искать в мужчине, это важный момент. Понимаете, когда вы что-то ищете в мужчине, мужчина это чувствует. Он понимает, что для вас он слишком важен. Вот. И из-за того, что он для вас слишком важен, мужчина чувствует себя в более выгодном положении. Что-то, что его, что его, соответственно, возвышает, а вас, соответственно, обесценивает. Вот. Так что, речь здесь идет исключительно о том, чтобы снизить уровень потребностей ваших в мужчине. Вот. И разобраться, собственно, с тем, что вам нужно. Вот. Так вы и станете самодостаточными. Я полагаю, что проблема ваша идет из того, что вы пытаетесь компенсировать. в себе, в помощи семьи. Вот. Я думаю, что именно с этого нужно начать, а дальше уже будет более-менее понятно, куда двигаться дальше. Вот. А в целом, вы напитываете мужчину своей энергией. Он от вас напитывается, а потом идет дальше по жизни. Вот. Это такая деструктивная, жертвенная позиция, из которой вам точно нужно выходить. И в этом вам может помочь, конечно, специалист. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ПО ДВЕДО, НОТОТОН. НОТОН. НОТОН.